Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как получить вид на жительство в Турции без головной боли. Поехали! Для того, чтобы получить вид на жительство в Турции, есть два способа. Первый, как говорится, по науке и самостоятельно. О нем мы поговорим подробнее. И второй, с привлечением дополнительной помощи. Смотрите до конца. Так, первое, что необходимо сделать, это завести местный номер телефона, местную сим-карту. Не важно, какой это будет оператор, не важно, какой это будет тариф. Самое главное, чтобы вы были на связи и могли получать звонки и смс. Второе, что нужно будет сделать, это оформить ХЭС-код. Благодаря ХЭС-коду государство отслеживает контакты COVID-зараженных со здоровыми людьми. Этот ХЭС-код привязывается к вашему номеру паспорта, такой некий идентификатор личности. Он понадобится вам, чтобы предъявить его в государственных учреждениях. Вход в эти учреждения возможен только предъявив ХЭС-код. Также ХЭС-код понадобится для того, чтобы посетить торговые центры и привязать карту оплаты для проезда в автобусе и на трамвае. ХЭС-код оформляется по следующей логике. Со своего местного номера, местной сим-карты, вы отправляете на короткий номер 2023 смс. Там будет написано ХЭС, код вашей страны, далее номер вашего паспорта, год рождения и ваша фамилия. В ответ вы получите сам ХЭС-код, который уже можете привязать дальше к транспортной карте и предъявлять просто номер на входе в госучреждения и торговые центры. Третий пункт. Вам необходимо оформить долгосрочный договор аренды на недвижимость, в которой вы будете проживать. И уже на основании этого договора и прошения вы будете получать вид на жительство. Соответственно, этот договор аренды вам необходимо заверить у нотариуса вместе с собственником квартиры, либо с официальным представителем собственника, у которого будут документы на эту квартиру. Четвертый пункт. Вам необходимо будет оформить страховку в местной страховой компании. Как правило, стоимость на годовую страховку по самому минимальному тарифу составляет 300-400 лир. Мы не стали придумывать велосипед и оформили себе самый минимальный тариф как раз таки для получения вида на жительство. Пятый пункт. Вам нужно будет сделать фотографии. Вы можете обратиться в любую фотолавку на своем районе, в коих огромное количество. Вам нужно так сказать, что нужны фотографии для ЕКОМЕТА. Так ВНЖ звучит на турецком языке. Помимо фотографий, вам понадобится ксерокопии ваших документов и вашего договора аренды, заверенного у нотариуса. Шестой пункт. Вам нужно будет заполнить анкету на сайте иммиграционного центра, некое прошение о получении вида на жительство и загрузить туда копии документов. После того, как вы загрузите все документы и у вас их примут, вам будет назначена дата рандеву. Это тот день, когда вы привезете оригиналы документов и платите госпошлину. В нашем случае мы этого рандеву ожидали месяц, ввиду того, что очень большая очередность, очень большой поток заявок был на вид на жительство. Поэтому мы ждали месяц. Седьмой пункт. В назначенную дату и время вам необходимо приехать в иммиграционный центр вашего города, предъявить хэс-код, не забыть на входе, оплатить госпошлину, сдать документы и получить некую справку на руки о том, что вы сдали документы и находитесь в ожидании получения якомета. В нашем случае мы ждали порядка месяца изготовления нашей карточки. Выглядит она вот так. И месяц мы еще ждали, когда заполнили документы на сайте миграционного центра. Итак, друзья, я надеюсь, что вы еще не запутались. Вот так выглядит алгоритм, если заниматься всем этим мероприятием самостоятельно. Мы когда готовились к получению вида на жительство, мы почитали все условия, все правила. И мы поняли, что нам просто лень всем этим заниматься самостоятельно, откровенно. Мы еще боялись, что можем допустить какую-то ошибку в анкете, нам откажут. И мы решили перестраховаться на всякий случай. И мы воспользовались услугой помощи по составлению анкеты, по составлению страховки. И мы пользовались консультациями. Получается, что с нашей стороны мы сделали только копии документов, фотографии, сам договор аренды. И два раза мы съездили в иммиграционный центр. И все. Это было максимально просто для нас. Минимум головной боли, минимум суеты. Мы очень довольны. И тут самое главное быть на связи, улыбаться, быть открытыми и не бояться. На самом деле это максимально просто. Я надеюсь, что у вас не останется никаких вопросов после просмотра этого ролика. На всякий случай. Можете всегда что-то спросить в комментариях. Я еще подробно напишу это в описании, под видео. Полный алгоритм, как мы все это дело делали. Если вы также хотите воспользоваться помощью в получении вида на жительство в Турции, напишите мне в Инстаграм, в Директ. Я вам отправлю контакты этого человека, который нам помогал. Соответственно, мы остались очень довольны его работой. И заветная карточка пришла нам максимально быстро, как мы и рассчитывали. Друзья, я благодарю, что вы досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, что вам это было полезно. Алгоритмы Ютуба очень любят, когда пишут какой-то комментарий, какой-то смайлик. И от вас это будет самая крутая благодарность. Ну, а я желаю вам успехов в получении вида на жительство. Уверен, что у вас получится это быстро, легко, так же, как у нас. Подписывайтесь на канал. Друзья, до скорого. Всем пока.